всем привет это игра farming simulator карта кубанский простор и колхоз красный партизан вчера мы с вами закончили игру на вылете на вылете не на вылете даже на зависании разницы не особо много но вот причем уже просто не было сил запускать все это заново потому что очень много было наработников которые у нас в принципе были задействованы так что творится давайте найдем комбайн который у нас здесь был задействован сто восемьдесят семь метров до сто восемьдесят так и есть здесь потом разберемся так но этот этого можно товарища тоже запустить здесь у нас и по-моему не сохранял маршрут что ли они сохранял это же третье поле да да третье поле сохранял я маршрут сейчас вот наш комбайн так здесь здесь у нас что посеяно или еще не посеяно здесь у нас будет здесь на первом поле закончим посев сейчас разберемся что там смазан сейчас запустим запустим по маршруту там у нас еще где-то стоит грузовик надо сейчас его будет убрать так ой вот он уже тоже запускаем так здесь выберем какую вторую на ячейку а нет вторая ячейка пусть там какая третья тогда что ли да третья ячейка собственно запустим не догнал он что делать запускаем здесь еще рано так с этим разберемся чуть-чуть попозже так а здесь у нас какое шестое поле разберемся да я так понимаю тот что подальше нам нужен давайте посмотрим где у него заканчивается маршрут да да это дальний дальний тут на комбайн поэтому особо не паримся не паримся вот здесь у нас мы видим уже сколько работали и навоз еще не потрачен не потрачен но это нормально так пятое поле склад солома давайте назад сдадим нарису не нарисуем а запустим тоже его пятое поле а вот солома стоп пятое поле солома мы начинали по моему с юга запада и на восток по моему так было смещение тут какие-то были но я не знаю достаточно их или нет сейчас мы все с вами проверим запускаем да наверное наверное ничего не надо просто длина поля большая и в принципе в принципе этого хватает на пятом поле тут ему работы не почетный край тут ему очень-очень много вот здесь вот что-то у нас не сложилось по ходу дела давайте найдем картофельный наш грузовик вот он я понял что нужна разгрузка но ты подъехал как-то кривовато дружок подъезжать надо более точно иначе просто из этого ничего не получится тут в принципе ему осталось два рядка вон пройти может быть два с половиной и в принципе с картофелем будет все закончено так ну вот мы видим все закончил тут он разгружать здесь у нас были проблемы с деревьями надо их решать сейчас найдем вот он ну что как будем решать надо элементарно сейчас просто отпилим еще часть дерева и все на этом то есть вариантов не особо много надо просто взять и отпилить наверное что там что-то не вижу чтобы кружок появился наверно еще где-нибудь сейчас отпилим или просто можно попробовать поднять вот это тут мы уже вроде расчистили так 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 Так, ну, поднимем, поднимем, и теперь давайте вторую. Ух ты, она выскочила совсем. Понятно. Опять что-то, начинаются какие-то проблемы. Да, ну, вот у этого постоянные проблемы, он тут постоянно застревает. Так что, в принципе, в принципе, это уже у нас привычно, привычно. Ну, хоть и разгружается, и то хорошо. Так, где эта веточка? Сейчас попробуем их вместе сложить и... И захватить, захватить. Наверное, не получится, что-то в одну сторону как-то. И ее смещает. Наверное, все же придется захватывать. Захватывать и потихонечку, полигонечку ее отвезти туда. На маленьких таких вот сейчас скоростях. Попробуем положить их рядом. И уже тогда... Не вижу, где он там. Очень такой вот прям... Одна листва на этих ветках. Так. Давайте попробуем. Ну, вроде бы... Есть. Сейчас подожмем. Так. Чуть-чуть приподнять. Не вывалится там ничего. Нет. Просто надо на поворотах потихонечку, наверное, ехать. Что-то уже вывалилось, что ли. Не пойму. На поворотах предельно аккуратно надо проходить. Иначе начнут вываливаться наши вот эти вот деревья. Ну, нам бы этого не хотелось, естественно. Вот. Сейчас, может быть, довезем, довезем. И, естественно, разгрузим. Тогда уже, наверное, проблем-то не будет. Вот. В следующий раз, в шестое поле, мы засеем кукурузой под уборку на зерно. То есть, сечку пока не будем производить. Сечки у нас с избытком. Мы в прошлый раз забили склад до упора. И сейчас все это перерабатывается в сечку. То есть, ну, скажем так, это очень-очень много. Даже для нашего хозяйства это безумно много. Оп. Потеряли. Ну, как я и говорил, надо было потихонечку поворачивать. Ну, а я поворачивал очень-очень резво. Ничего страшного. Сейчас опустим. Все это дело и заново-заново все поднимем. Да, что-то я как-то раньше не пользовался таким вот методом. Очень, очень даже такой, знаете, хороший метод. Даже вот не знаю, стоит ли нам его сейчас. Нет, наверное, все же стоит. Захватить. Но не получается идти там, по-моему, немножко в сторону, что ли. Давайте попробуем вот так. А, у нас тут он... У нас он плохо здесь просто... Да что ж такое-то, не пойму. Так. В принципе, вроде бы прижал. Прижал так вот их. Ну, что-то он не поджимает. А, вот, захватил. Великолепно. Сейчас потихонечку развернемся, чтобы ничего у нас не вывалилось по дороге. Ну, и разгрузимся здесь. Вот так вот. В принципе, ничего сложного нету при транспортировке данным погрузчиком. Главное, чтобы дерево было не очень-очень тяжелым, как это было вот с нашим сейчас деревом. Мы его просто поднять не могли. Ну, и пришлось его пилить на части. Ну, что просто тратит ваше время. Ну, и, естественно, потом вот такая возня с ветками, которые тоже надо отвозить на продажу. Вот. Ну, так как мы лесом особо не занимаемся. Ну, вот, можно сказать, вообще не занимаемся. Вот. Нам как-то все равно, если честно. Вот. Поэтому мы, скорее всего, вот это сейчас вывезем, и все. Ну, ближе-ближе к концу наших видеороликов по данному колхозу мы, естественно, попробуем щепу все же. Еще попробуем щепу. Потому что хотелось бы, конечно, забить все склады. Так. Попробуем теперь, давайте, захватить его. Нет, наверное, не поместится. Не поместится. Не получается у нас, видите, захватить. Так, ну, вроде как-то мы чего-то там поджали. Но этого... Этого мало. Такая песенка есть. Только, 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 только... Этого мало. Да. Не хочется и степу покупать. Хотелось бы, конечно... Да, попробовать вот здесь поднять, что ли. Но здесь будет тогда очень большой крен в другую сторону. И, мне кажется, бесполезняк. Сейчас попробуем вытянуть его сюда. Тоже не получается особо. Хоть он и для бревен, а вот этот вот... Наш погрузчик, но... Все равно, в принципе, даже с такими сложными обязанностями он справляется. Ну, вот видите, не хватает ему противовеса сзади какого-нибудь. Это даже вытянуть не можем. Просто тупо не можем вытянуть. Настолько он тяжелый. Так. Что же делать? Вот такое вот-то, блин, корябое дерево нам досталось. Как бы опять не пришлось вот здесь что-нибудь пилить. Может быть, вот в этом дело. Может быть, вот здесь надо было просто отпилить. И давайте попробуем вытащить. Ну, вот видите, видите, как стало сразу легко. Вроде бы подняли, но как-то странно подняли его. Немножко крен есть в эту сторону. Даже я бы сказал, не немножко, а... Множко. Да уж, дело. Так-то мы, наверное, не довезем его. Судя-нибудь и прокинемся еще вдобавок. Нет, это не вариант вот так вот вести. Хотя... Хотя, вы знаете, может быть и вариант. Только надо найти пространство побольше, чтобы... Не зацепиться ни за что. Сейчас мы объедем вот это вот дерево, тополь, которое у нас здесь стоит. Вот здесь еще одна тополь, и выйдем на поле. Выйдем на поле, и здесь уже, наверное, ничего нам мешать не будет. Правда, скорость маленькая. 14-18 км в час он там прыгает туда-сюда. Но все равно, на самом деле, лучше на такой скорости довезти, чем пыжиться, и не довезти вообще. Ну, то есть, вы видите, да, вот насколько, насколько, вот этот погрузчик лучше, чем те, которые есть у нас даже модифицированные. Модифицированные вообще что-то мне в последнее время не нравится. Они то отвалится одно, то отвалится другое. А вот этот вот, конечно, красавец. Красавец, ну, одно удовольствие с ним работать. Хоть он и импортный, ну и ладно, на самом деле, ничего страшного. Зато, зато он справляется со своими обязанностями. Ну, и даже вот такие вот убогие деревья он доставляет на место разгрузки. Так, давайте посмотрим. Мы пилили, по-моему, в трех местах, да? Что-то я вижу только два спила. Третий я не вижу. Где третий? Может, мы не отпилили его? Странно. Ну, ладно, мы приедем на место и там уже, там уже посмотрим. Вот здесь тоже что-то непонятно. А, он разгружает, разгружает. Ну, сейчас, наверное, разгруз закончится. И он уедет оттуда. Просто он у нас на пути стоит. Я боюсь, мы его заденем. Да, не отъезжает, не отъезжает. Вот, смотрите, придется сейчас нам выйти здесь. Разрулить ситуацию. Кто-то кому-то мешает. Сейчас. Ой-ой-ой-ой. Начинает в сторону кидать. Тут и массы, и белорус. Тут все, короче, сейчас разом застряли. Давайте посмотрим, что здесь, кто кому мешает. Никто вроде никому не мешает. Почему дальше не поехал? Не ясно. Мне вот этот момент. Так, смотрите, уже три забуксовало. Охренеть. Как ты сюда попал? Вот, ну как? Смотрите, что творится. Я просто в шоке. Я просто в шоке, ребята. Ну, ну, ну вот зачем вот такие вот фокусы. Сейчас еще и этот здесь поедет, застрянет. Прервать маршрут. Блин, да что ж вы делаете-то? Твари тупорылые. Этот упоротый тоже здесь крутит колесами, блин. Вот такие вот у нас немножко глупые-глупые-глупые водители. Ну, нет у них такого, чтобы попробовать уступить дорогу. Обязательно надо наделать тут таких бед, чтобы потом я здесь стоял и разруливал, разруливал всю вот эту вот ситуацию. Так. Что-то картофель тоже у нас не разгружается. Почему-то, я не понял, юмора, почему подъехать. Он подъехал, но разгружаться он принципиально не стал. С чем это связано, непонятно. Так, ну, наверное, сейчас-то он точно начнет разгружаться. Хотя я тоже-то же не очень уверен. Да, начал разгружаться. Травка начинает отрастать, скоро будем косить, косить. Так, ну все, разрулили мы здесь ситуацию. Вот видите, приходится, приходится и такими вот вещами тоже заниматься. Вроде бы это не наша обязанность. Вы смотрите, перевалился на бок наше дерево. И смотрите сразу, как легко стало двигаться. Как легко стало двигаться. Сейчас дотянем его сюда. Ну и здесь попробуем его втюхать. Сразу, если не получится, значит придется. Нет, получилось, смотрите. Почти 10 тысяч дали нам за это дерево. Ну и здесь у нас, конечно, сложность попроще. Здесь у нас невысокая сложность, поэтому и цены. Цены такие вроде бы высокие по сравнению с Еленовкой. На Еленовке, ну, наверное, тысячи две-три бы дали. Не больше за такое дерево. Так, там у нас осталось, по-моему, одно или два дерева. Сейчас посмотрим. Ну, там, мне кажется, проблем уже не должно возникнуть, потому что деревья там не сильно такие крупные. А последнее дерево вообще тополь. То есть, с тополем у нас проблем не возникало до этого. Но, может быть, и здесь не возникнет. Она более-менее ровная. И, в принципе, захват у меня будет, наверное, нормальный. Нормальный, поэтому особо расстраиваться не стоит. Да, вот два дерева остались. И пеньки, и потом пеньки надо будет спилить. Вот так вот где-то подъедем. Так. Чуть-чуть раскрываем и пробуем-пробуем задвинуть. Немножко неправильно мы взяли, чуть-чуть в сторону сейчас. Вот так. Вот так и пробуем-пробуем. Не получается. Задвинуть надо как-то. Не хочет. Ладно. Не хочешь так. Сделаем иначе. Тут бы еще особо не увлечься. Вот, отлично. Есть такое дело. Ну, а теперь просто-просто захватываем, захватываем его. Ну, и пробуем поднять. Там просто еще второе дерево. Есть большая вероятность того, что он зацепится и будет ехать с нами с цепки. Ну, так и есть. Он зацепился. Это плохо. Это плохо, потому что... Может быть, сейчас расцепим. Отлично расцепили. Да, смотрите. Сейчас поднимем. Поднимем до упора. Ну, и все. Смотрите. Вот, таким вот способом тополя мы с вами вывозим. Можно было бы, конечно, подальше его зацепить. Но зацепили как смогли. Вроде бы, вроде бы все нормально. Главное здесь проехать, не зацепить за деревья. Потому что можем упрокинуться. Вот, видите, пришлось отъезжать назад. Зацепили все-таки мы дерево. Сейчас еще раз, наверное, зацепим. Точно. Вот оно длинное, и здесь особо не проехать с такой же шириной. Блин, да что ж ты макушкой цепляешь-то, елы-палы. Там еще трактор. Ну, ладно, трактор попробуем объехать. Видите, заносит, заносит его на поворотах. Зараза. Мешают вот эти препятствия. Жутко мешают. Вот объехали мы все препятствия. Ну, и, в принципе, смотрите, скорость. Скорость, в принципе, наверное, почти максимальная будет. Смотрите, задеваем что-то. И его заносит. Слово-то. Какое-то препятствие там невидимое. Видите, с трудом преодолеваем. Он цепляется там за что-то. Может попробовать чуть-чуть приспустить, и тогда будет полегче. Да нет, легче никак. Легче не получается. Ну, ладно, хоть так, хоть так, вот, хоть такими вот телодвижениями. Может попробуйте побольше сместиться на поле, тогда и не будем цеплять особо. Да, смотрите, вроде на поле выбрались, и уже не так цепляет. Уже и скорость, смотрите, какая занесло. Занесло. Ну, ладно, тут осталось проехать всего-то ничего. Главное просто не застрять. Не застрять и не опрокинуться. Давайте попробуем еще больше сместиться на поле. Вот как его на бок повело немножко. Здесь вообще, по-моему, поднялась она. Ой-ой-ой. Да, заносит, заносит, ничего не сделаешь. Но уже больше половины проехали, поэтому надеваться нам некуда надо. Надо ехать позади Москва. Ну, давай же ж ты, едь. Опять начал за что-то цепляться. Видите, что происходит. Видите, что происходит. Что происходит. Ну, вроде бы успокоился, успокоился. Сбрасывать приходится скорость. Видите, иначе его просто заносит. Блин, здесь вообще что-то начало его кривить. Я говорю, если бы не нужда спилить эти деревья, я бы никогда не начал бы заниматься вот этой вот хренотенью. Просто, ну, бестолковое вот это занятие. За все цепляется, за все вот это вот, ну, не знаю, вот так вот подпрыгивает оно. Ну, в общем, в общем, жесть. Жесть, что творится. Кое-как довезли его. Сейчас бы туда его закинуть, и, в принципе, дело было бы. Да, вот продали и дали нам без малого 6 тысяч евро. Вовремя продали. Сейчас вот едет уже здесь масса, чтобы помешал, наверное, нам. Собственно, как и всегда. Что там у нас с шестым полем? Много ли еще убирать? Так, седьмое поле, смотрите, у нас в любой момент может засохнуть. Так что надо ускориться, надо ускориться. Что у нас на седьмом поле-то посеяно. Посмотреть бы. Что-то ведь посеяно. Надо будет еще купить теплицы. Туда надо будет водить навоз. Навоза у нас много. Вон, даже у коров 100% уже написано. Но сейчас мы вот этой вот занимаемся хренатенью. Как только вот сейчас последнее дерево отвезем, сразу начнем вывозить, вывозить все вот то содержимое, которое у нас набилось, набилось. Так, вот это вот. Вот это дерево, мне кажется, не особо должно быть проблемным. Надо только найти, как к нему подъехать. С какой стороны его лучше зацепить. Что-то никак, здесь тоже сучков много. Вот, а мы нашли место, как его зацепить. Эх ты, вырвалась собака. Вырвалась собака. Ладно. Не хочешь так, сделаем иначе. Захватим вот отсюда тогда. Нам даже лучше, наверное, будет. Чуть-чуть пониже. Чуть-чуть пониже. Вот, отлично. Теперь-то выскочить у нас уже не должен. Просто поднимем вверх. Ну и, собственно, свалим. Свалим отсюда. Вот, видите. И все. Никаких стеб, никаких там других приспособлений. Дополнительный трактор тоже нам не нужен. Все делается погрузчиком. Главное, хороший, хороший, потяжелее погрузчик. И, в принципе, все можно сделать. То есть, вот этим погрузчиком мы с вами перевезли сколько там? Шесть деревьев. Шесть тяжелых, корявых деревьев. Вот. Ну, конечно, для лесозаготовки, наверное, все же лучше взять профессиональное оборудование. Такое, как, наверное, буфало. И вот это вот, как-то я не помню, называется скорпион или что-то типа того, который пилит-пилит деревья. Вот. Этим будет, наверное, лучше. Но, не знаю, не знаю. Для, скажем так, непрофессиональной валки деревьев. Мне кажется, вот этого, за глаза, вот этого погрузчика, прям за глаза бензопила и вот этот погрузчик. Все, что вам, собственно, нужно. Ну, еще 3 800 дали. Великолепно. Просто сказочно. Так. Далее. Вот это вот. Давайте мы, наверное, здесь отцепим. Все-таки это связано с деревьями. С валкой деревьев. Сейчас я ее... Я ее опущу. Вот. А ковшик, ковшик мы с вами купим. Вот здесь вот бросим это все дело. Пусть катается. Фиг бы с ней. Так. А мы с вами сейчас едем в магазин. Сейчас я сразу куплю, чтобы потом не рыскать. Так. Ковшики. Где у нас ковшики, ковшики? Нет, тоже не здесь. Ух ты, смотрите, у нас Нью Холландовый есть. Вот такой вот погрузчик, но он мне не очень нравится. Вот он, ковшик. Ух ты, Липхер. Мы мучаемся. Смотрите, у нас ковшик есть на 40 тонн для Липхера, но это не факт, что он нам подойдет. Давайте попробуем. Он все выполняет работы. Так. А где же тот наш ковшик? Ну ладно, посмотрим. Может быть, это просто опечатка 40 тонн. Почему? Потому что, по-моему, такой же ковшик я покупал. У меня он сейчас на биогазу. И там, там, по-моему, всего лишь 7 тонн. Там, по-моему, обман у нас. Пишут одно, а на деле получаем совсем другое. Надо будет купить платформу под шерсть. Вот. Продать погрузчик тот, который у нас имеется на складе. И купить еще один вот такой GSB. GSB очень, очень уж он мне по душе. Очень уж он мне по душе. Он такой, знаете... Ой, кстати, что я вытворяю. Ну, решили-решили срезать. Надеюсь, мы гидравлику нашу вот эту вот не повредили. Потому что прям в нее пришелся удар. Удар об вот эту вот скалу. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Может быть, повредили. А может быть, и нет. Салон у нас вот здесь. Здесь, кстати, тоже можно будет теплицы воткнуть сюда. Ну, посмотрим. Посмотрим. И сейчас пока нам надо... Нам надо еще пенькорез забрать. Ну, вот там взять трактор со склада. Беларусь у нас есть. И вот им сделать... Убрать спиньки. Ну, да. Вот у нас такой же... Такой же ковшик. Ну, и он всего лишь на 7 тонн. Какие здесь могут быть? На 40 тонн. Я даже не знаю. Здесь просто... Просто, по-моему, 7 тонн помещается. Просто они нас немножечко обманули. Так. Чем он у нас будет заниматься? Заниматься он у нас будет... Как его называют? Забыл. Ну, в общем, говнецо будет он грузить нам на... В нашей теплице. Вот. Сейчас мы съездим на склад. Возьмем немножко какашек. Как раз частично разгрузим вот этот вот отдел, где у нас они лежат. Вот. И, собственно, собственно, отвезем туда. Здесь вот мы видим, у нас продается очень много силоса. В принципе, силоса у нас хватает на складе. Но, естественно, естественно, будем перевозить. Будем, как и на Еленовке в прошлой серии, мы перевезли очень много. Я не помню, 1200, что ли, тонн силоса к нам на склад. Здесь у нас, в принципе, все есть, кроме травы. Вот с травой действительно траблы. Траву надо как-то... Как-то начинать косить. Ну, видите, сами. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Вот. И посмотрим сейчас, о каких сорока тоннах говорили. Здесь... Ну, какие сорок тонн? Здесь всего лишь семь тонн, как я и говорил. Ой-ой-ой, что ж я сделал? Взял и высыпал навоз здесь. Ёлки-палки. Да. Кривые руки. Иначе ничего не скажешь. Так. Липхер закончил. Липхер закончил. Сейчас мы все липхеры попродадим. Ну, и купим вот два таких погрузчика. Два таких погрузчика. Ну, это просто... Это просто сказка. Это сказка, а не погрузчики. Они даже, по-моему, по мощности все-таки превосходят. Превосходит Липхер. Ну, мне не сколько по мощности. Мне сколько вот понравилось, как они... Работали с деревьями. Так. У нас тут, по-моему, не хватало в одной ячейке говнеца. Сейчас мы туда вывалим. А может, их и хватало. Да, вот здесь принц... А, нет, вот здесь не хватает. Да-да-да. Вот последнюю, последнюю мы... Давайте поднимем повыше. Вот так вот где-то как-то... Где-то как-то что-то... Пробуем высыпать. Высыпали, что ли? Да, вот, смотрите. Есть, есть такое дело. Масс забуксовал где-то. Да, опять все вылетел с дороги. Опять начинаются у него приключения какие-то непонятные. Так, и давайте посмотрим, что там с Липхером. Но Липхер просто всего лишь навсего закончил маршрут. Так, это была, по-моему, третья, да, ячейка? Или какая? Сейчас посмотрим. Да, это третья была ячейка. Теперь надо четвертую ячейку добавить. Четвертую ячейку. И, собственно, запустим. Запустим все это дело в работу. Так, есть такое дело. Что там у нас с уборкой? Шестое поле убирается, но что-то, что-то как-то, как-то не очень. Так, давайте навоз здесь у нас все. Еще с другой стороны я поставлю также теплицы. Вот, и потом будет у нас, будут теплицы в другом месте. Вон там, вон впереди, как и на Еленовке. Вот, вот здесь вот свалим навоз сейчас. Чтобы не держать это у себя в кувшике. Тут, в принципе-то, немного. Готово. Готово. Ну, что же такого? Вот так вот оставим и поставим где-нибудь здесь. Неважно, просто бросим здесь. А также нам понадобится здесь, что выбирается всегда. Вызывает его трактор к себе. Кстати, вот здесь вот, наверное, возникнет у него проблема с разгрузом. Кстати, вовремя мы подъехали, потому что, видите, он на самом краю стоит. А, и просто-просто развернуться потом ему, наверное, не дадут. Развернуться не дадут. Сейчас мы подъедем. Вот здесь вот забьем первый прицеп. Собственно, наверное, только первый осталось досыпать. Остальные вроде... А, ну, может быть, последний. Может быть, последний. Да, вот в последний тоже надо ссыпать. Так, все, у него там закончилось. Мы разворачиваемся вот сюда. Ну, и, собственно, здесь оставим его. Что-то он еще хочет сделать. Правда, непонятно, что. Зачем-то едет к комбайну. Да, дружок, ты что-то неправ здесь. Комбайну тебе явно не надо. Так, здесь тоже разгружается все, в принципе, нормально. Здесь... Что у нас здесь? Комбайн тоже убирает. Убирает здесь... Что-то непонятно. Что-то непонятно. Куда мы едем? Мы третье поле, что ли, убираем? А, смотрите, мы прозевали с вами по ходу смещения. Да, так и есть, так и есть. Мы прозевали смещение, и он, смотрите, вот он сколько отходил в холостую, собственно, сжег. Сколько топлива на току? Ноль. В какую сторону? Давайте найдем крайнюю... Крайнюю-крайнюю отметину. Вот с той стороны поля надо, я так понимаю. Давно мы не смотрели за ним, и, в принципе, получили вот такой вот небольшой. Так, давайте поднимем подборщики, чтобы ехал он побыстрее, а там что-то как-то совсем прекрадается. Здесь у нас тоже вот пшеница. Пшеница на седьмом поле, надо ее убирать, иначе она засохнет. Но, как вы видите, у нас еще третье поле не убрано. В принципе, можно купить еще один комбайн. Вот, ну, пока-пока, пока вроде бы справляемся. Вот здесь запустим по маршруту, и если надо, сместим-сместим в сторону. Так, давай разворачивайся, и мы посмотрим-посмотрим, сколько надо смещения дать ему. Там, по-моему, не так много было. Да, может быть, и много, смотрите, смотрите, насколько надо смещать. Вот такие вот дела. Такие вот дела. Надо будет поглядывать, что-то здесь пошло не так. Что-то здесь пошло не так. Так, и вот здесь вот комбайн у нас, в принципе, закончил. Давайте отправим на разгрузку картофель наш. Если не застрянет он, конечно, здесь где-нибудь в каком-нибудь углу. Так, складываем и вот эти вот хоботки. Вот, умная техника вообще мне нравится. Нравится, как она работает. Вот этот картофельный комбайн, по-моему, это просто чудо-чудо техники. Ну, вроде бы, вроде бы он развернулся, вроде бы он едет нигде, не застрял. Поставим его вот здесь. Нет, все-таки застрял. Я надеялся на его... На его... Грамотность, но вот, увы, я, по-моему, зацепился за дерево. Ну, придется, наверное, нам как-то разруливать эту ситуацию. Да, что-то, смотрите, тут совсем, совсем все печально. Все просто печально. Сейчас мы аккуратненько сами развернемся, чтобы больше его не трогать. И запустим, запустим, он здесь по маршруту. Но здесь уже на поле он разберется, куда ехать. Так, здесь что-то какие-то... Траблы. Так, вот, трава. Трава, трава, трава. Трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Рано нам еще этим заниматься, надо найти трактор. Вот у нас есть трактор. А мы ему катываем обычно... Силос. Вот. Ну, силос, сечку. Вот. Ну, так как пока нам укатывать нечего, ну, или мы просто найдем чем-нибудь другое, чем можно укатать. Вот она, этот трактор у нас, в принципе, вот видите, что творится, что творится. Столкнулся он. Столкнулся и поехал дальше. Что-то как-то нет нам. Ну, главное, что он не наделал делок, а просто уехал. Просто уехал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Продолжаем, продолжаем ехать на... на наш... на наш... ну, не наш, а... салон. Вот, сейчас купим. На, точнее, даже покупать не надо. У нас он куплен уже давно. Просто лежит. Никто его никак не заберет. пинкарез. Вот. Попользуемся им. И отвезем к лесопилке. А там же, кстати, тоже надо будет... поспилить пинки все эти методы. Позже-позже, когда будет у нас... время. Надо будет глянуть у нас там... наверное, сейчас надо будет вывозить еще... поросят. Опять Маза где-то забуксовала. Сейчас поедем. Цепляем. Так, ну что, где-то застрял... перерывать маршрут. Где это он так... забуксовал, я что-то вообще не пойму. А что он сюда поехал, я вот не понимаю этого. Ему ехать на разгрузку надо было. Да. У них уже клинит, наверное, в голове. Давайте сами отвезем. Ну что поделаешь. С такими водителями ему приходится работать. Ему надо было везти ее... картошку, это он на расклад, а он почему-то, почему-то решил ее привезти сюда. Так, пока ничего еще не засохло, это нас радует. Давайте посмотрим поросята, телята. Вода закончилась. Вода закончилась у них. Воду надо будет подвезти. И корни плоды 90 тысяч. Давайте, знаете, как поступим. Сейчас... У нас там есть же что-то, да, возле фермы. Или нет? Так, вот, кстати, видите, немножко опять смещение. У нас, походу, никакой техники, что ли, не осталось. Возле фермы. Да, нету никакой техники возле фермы. Ну что ж, нет, так нет. Значит, поедем. Что мне так подсказывает, что... Там надо будет картошку тоже загрузить. Ну, посмотрим сейчас. Загрузим картошку. Вот показывает нам, что упала производительность утилят и поросят. Ну, упала она в связи с тем, что закончилась вода. Сколько там, кстати, было? Ух ты, 790. 790 телят и 790 или 785 поросят. У нас надо вывозить. Ну, представляете, да, объем какой? Это в районе, в районе 6-7 раз нам надо будет съездить. Каждый, к каждой ферме. Для того, чтобы набрать, набрать столько животных на продажу. Это вот все набралось, ну, наверное, дня за 3. За 3. Вот, поэтому... Поэтому, собственно, надо нам немножечко ускориться. Так, где-то здесь заезжать уже, что-то, по-моему, я немножко переборщил. Сейчас посмотрим. Нет, не переборщил. Вот она, ферма. Сейчас подъедем, посмотрим, что там с картофелем. Ну, если что, можно будет продать, продать. Опять Маск где-то забуксовал. Да нет, смотрите, картофеля много, в принципе. Сейчас посмотрим, что там у нас случилось. Понятно. Не поделили дорогу с комбайном. Сейчас разъедемся в разные стороны. Все, решили не эту проблему. Так, а мы с вами попробуем, попробуем разгрузить, разгрузить картошку. Ну, если она требуется. Нет, картошка. Увы, и ах, а здесь не требуется. Ну, я думаю, хоть немного они разгрузят. Нет, не разгрузили. Не разгрузили. Здесь то же самое. Смотрите, картофеля, в принципе, немерено. Просто немерено. Чуть-чуть они взяли, но совсем чуть-чуть. То есть, я так понимаю, картофель им, в принципе, не особо важен. Вот, хотя, не знаю, у нас в деревне картофелем в основном и кормят комбикорм, картофели, ну и, естественно, какая-то там трава. Типа крапивы, крапива, там листья этого, бураков, ну, то бишь, свеклы. Вот. Все это идет, идет на корм поросята. Здесь же они почему-то, картофель как-то не очень трескают, хотя очень большая производительность, очень большое количество животных у нас образовалось, поэтому не знаю, почему они не хотят, не хотят есть картошку. Ну, ладно, не хотят, это их право, пусть ходят голодными. Сейчас мы отвезем этот картофель на склад, сбросим там, может быть, какие-то распродажи будут, и, в принципе, тогда можно будет попродавать чего-то. Ну, пока-пока, я не вижу смысла в продажах. Надо будет какие-то задания повыполнять, наверное, ради прикола. Давно я ничего там не выполнял, никакие задания. Больше как-то мы занимаемся вот этими нуждами нашими. Вот и... Все как-то, как-то руки не доходят. Так. Давайте вот здесь стоять. Он куда-то в другую сторону выруливает. Понятно. Не хочет он сам разгружать, но не хочешь, хрен бы с тобой. Разгрузим в ручном режиме. Очень такие привередливые стали у нас работники. То одно им не то, то второе не то. Вот. Поэтому... Все у нас... Какие-то, какие-то проблемы. Так, чуть-чуть подальше, наверное, надо проехать. Не хочет что-то разгружать. Дальний прицеп. Вот. Разгружается. Давайте посмотрим, сколько у нас... Это последний прицеп с картошкой. Сколько у нас картофеля. Все. Статистику откроем сейчас. И посмотрим. Картофель 4148 тонн. Это рекорд, рекорд по всем культурам. То есть, наверное, в общей сложности у нас всех культур столько, сколько картофеля. Вот. То есть, вот делайте выводы. Распродаж, по-моему, никаких не было. Да, ничего не продается. Можно канолу втюхать. Но, мне кажется, много мы не получим. В общем, ну, где-то около миллиона, если возьмем. Но это маловато, маловато. Пускай цены повышают в разы. Нам пока денежки не нужны, нам хватает с продаж силоса. Так, давайте здесь где-нибудь припаркуемся. Вот тут поближе к этому товарищу, чтобы не мешать другим участникам движения. Так, нам нужно пенька рез, пенька рез. И, собственно, едем, едем туда. Сейчас поспилим все эти пеньки, которые намешают там хрену. Много шесть штук, по-моему. Вот. И можно будет спокойно-спокойно запустить комбайн на инфопокусы травы. Вот. И, в принципе, убирать, убирать траву. Восстанавливать, скажем так, то количество травы, сколько нам нужно. Вот. Так как у нас травы нет вообще. Вот. Поэтому придется нам изрядно попотеть. Будем очень большими партиями завозить травы. В каждой серии будем теперь заниматься покосом по мере отрастания травы. Вот. Дабы-дабы не было таких вот проблем. Сейчас у нас вообще пустой склад травы. То есть ни сена, ни травы у нас, собственно, нету. Так что... Вот так вот печально у нас все это дело не выглядит. Ну что ж. Печально так печально. Так. Идем к месту работ. Ну, уже опять ночь наступила. Вот мы видим. Что-то у нас со старетьим полем. Она пока убирается. Как-то пшеницы у нас не очень много. Смотрите, пшеницы всего 2000 тонн. И чменя где-то около полутора тонн. Беларусь застрял. Понятно. Давайте прервем маршрут. Что здесь за... А, нет, все нормально. Я думал, какая-то проблема у них. Он высыпает, высыпает. Он высыпает, собственно. Не стал он высечку высыпать почему-то. Ну-ка, давайте разберемся, в чем проблема. Что за такие фокусы у нас вытворяют они? Где он, где он, не пойму. Ну, смотрите, 145 тонн осталось. Давайте мы его разбрузим в ручном режиме. Не нравится мне то, что оно вот так вот... А то побросил и ничего не стал делать. А то побросил и все. Давайте запустим по маршруту. Достигнут пункта разгрузки. Насмотрим, что не так. Что ему, собственно, не понравилось. Ну вот, разгрузка пошла. Значит, просто трактор протаранил его. И, в принципе, не дал, не дал нормально поработать. Давайте посмотрим, что у нас с соломой. Нет ли каких-то проблем. Проблем по уборке. Может быть, где-то надо сместить чуть-чуть в сторону. Вроде бы пока убрано все нормально. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Чтобы у нас, в принципе, проблем больше не возникало. Здесь, наверное, все-таки чуть-чуть-чуть-чуть смещать надо. Давайте посмотрим, в какую сторону. В какую сторону надо смещение делать. Ух ты! Да тут много смещения надо делать. Что-то здесь кто-то как-то намудрил. Да, смещение надо делать. Смотрите, насколько мы сместили в другую сторону. Ну, ничего страшного. Будем поглядывать, продолжать поглядывать. Здесь тоже уже приближается к концу. К концу. Вот. Надо будет скоро на седьмое поле перебираться. Так. Пинкареса. Где наш пинкарес? Вот этот момент. Мне тоже немножко не нравится. Сейчас мы прыгнем в кузов, посмотрим, как они разъедутся. Мне кажется, опять начнутся проблемы здесь. На этом вот участке. Потому что ничего не будет никаких проблем. Вот он вроде разворачивается нормально. Да, в принципе, в принципе, все нормально. И едет на временную стоянку. Все великолепно. Так. А вот здесь чуть-чуть, наверное, посмотрим сейчас, что он тут. Сделай, ты уедет ли он полностью с маршрутом. Да, уехал. Уехал, ну и славненько. Так. Все великолепно. Как вчера, так они не тупят. Вчера вообще безбожно тупили. Я прям уже аж сил не было постоянно прыгать туда-сюда. Но сегодня, видите, видите, сегодня они выглядят получше. Ну, конечно, не на 100%. Тупе так же. Тупость это так же присутствует, но уже не в таких, скажем так, масштабах. Не в таких масштабах. Сейчас уберем все вот эти пеньки, запустим заново маршрут. Вот маршрут уборки травы. Отлично. Продавливает он этот пеньок. Вот, смотрите, тоже убрано. Там еще, наверное, штучки 4, 0, 2, 5. Какой-то вон катанок валяется. Готово. Не нужно здесь намыться деревья. Просто потому, что мы не можем нормально разворачиваться, а меньше делать территорию уборки, скажем так, травы. Ну, просто не хочется. Просто не хочется. Ее и так, в принципе, мало. Ее и так мало здесь. Вот, поэтому хотелось бы все же. Так, чуть-чуть проскочили. С этого угла не очень так вот хорошо видно. Ну, что ж поделаешь, ничего не поделаешь. Вот осталось два пенька, два пенька, и в принципе, в принципе, все. Пенькорез отвезем на лесопилку. там его бросим. Если вдруг понадобится, тогда, естественно, купим. Ой, купим. Заедем и заберем. ну, а трактор отвезем на склад, на склад, чтобы что-то у него пили. Все. Все готово, и где-то опять масса забуксовал. Странно, всего лишь 40 тонн везет в трех прицепах, но это что-то, что-то с чем-то. Так, что у нас тут? Непонятно, как там. А, вот он здесь немножко в неудобном месте стоит. Давайте посмотрим, может быть, сам справится. А, я думал, видите, я думал, он уезжает. Совсем нет, он в принципе... Сейчас мы сделаем вот так. Прыгнем в этот комбайн. И, собственно, больше... Больше пока им работать не будем. Так, отправить на разгруз. А, криворукий. Врезался все-таки опять. Сейчас разберемся с ним. сейчас я поставлю здесь вот стойник наш комбайн. Вот этот. Прервать маршрут. Сейчас тоже сбросим все содержимое данных прицепов. Можно уже в принципе начинать засев. Вот. И, в принципе, засеивать будем опять же кукурузой. эти поля у нас ну, скажем так, на века, на века засеиваются одной культурой. Вот. Кукурузой в данном случае. Почему? Потому что кукуруза у нас идет и на корм животных, в данном случае корову. Ну, там не только корову, там и просят, но на этот, на сила с насечку, потом на сила. Вот. и также мы делаем зерно, зерно из этой кукурузы. То есть, в принципе, в принципе, очень-очень большое количество нам требуется. Так, сейчас выгрузим, выгрузим все, что у нас имеется. Ну, и где-нибудь его, естественно, припаркуем. Наверное, вот в последнем прицепе нет вообще ничего. Сейчас глянем. Так и есть. Последний прицеп просто-напросто пустой. Так, где-то надо припарковаться, даже не знаю где. Везде вроде маршрут у нас пролегает. Давайте вот здесь что-ли оставим наш грузовичок. Вроде бы здесь никто не ездит особо. Так. С дороги он убрал, хвост убрал. Так. Смотрим, здесь салон собирается. чуть-чуть можно смещение сделать в сторону. Так вот. Отлично. Теперь вот они наши погрузочные комбайны. Ой, комбайны. Пассивные трактора наши. сейчас сделаем вот так. Сейчас мы стартанем отсюда. По-моему, здесь нормально будут сеять. Проблем вроде раньше не возникало с наймом работников. Единственное, надо выбрать кукурузу, а то засеем все свеклой. вот так вот раз включаем свет и собственно понеслась. Понеслась. Смотрим, смотрим. Ну, конечно, немножечко ушел он в сторону, ну и ладно, фиг бы с ним. Посев пошел, посев идет великолепно. Давайте глянем на карту, на карту. Работа, ну да, там осталась одна полоска. Вот, надо засеивать четвертое, пятое поле. Странно, четвертое у нас не засеяно. Давайте посмотрим. Сейчас заправим. заправим вот этот вот трактор и поедем на четвертое поле. сажать будем картошку. Картошку. Можно, в принципе, не заправлять, там у нас чуть-чуть есть. Ну, если по ходу только найдем, то заправим. Все равно там потом в процессе будет докупка этой картошки, если, конечно, не будет проблем, как в прошлый раз, когда у нас приходилось ездить самим, самим и засеивать. Вот, видите, даже ветка до сих пор лежит с того раза, когда мы возили деревья. Вот, где-то, видать, мы ее обломили, либо она как-то пилили, не заметили, она вывалилась. Вот, ну, в общем, до сих пор все это дело валяется и никак-никак мы с вами не можем убрать, убрать все это с дороги. Ну, пока никто не жалуется из местных жителей, вот, поэтому дымок идет в этой трубы, куда мы должны привезти. сегодня нет, завтра, наверное, с утра теляты просят, вот, поэтому, да, вон там впереди есть у нас вот это заправочное семенами, и, в принципе, мы сейчас туда подъедем и заправимся, заправимся, вот, дабы если вдруг как-то пойдут дела не очень, мы с вами сможем нарисовать сюда маршрут, потому что, ну, не хочется никак в прошлый раз каждые пять минут туда, даже не пять минут, каждые две-три минуты бегать отсюда на заправку. Так. Давайте подъедем вот отсюда стартанем, пробуем, все ли нормально и будет ли он нам сеять. Поехали. Пока вроде начал и остановился, смотрите, ну, не хочет он почему-то сеять. Нам здесь с чем это связано, я не понимаю. Вот видите, останавливается. Что-то на этом поле не так, что-то на этом поле не так. Даже не знаю, давайте попробуем. Так. мы сейчас сделаем немножечко иначе. А сейчас давайте нарисуем маршрут на заправку. Заправку с семенами. Так. одобрение посев, разные полевые работы, транспортировка и продаж. наверное, вот это надо, да? Работа с прицепом, конвейером. Не знаю, это надо пробовать, сейчас будем пробовать, что к чему и почему. А может быть просто транспортировка и продажа нам всего лишь нужна. То есть тут не угадаешь. Вот так вот сделаем петельку и собственно вот здесь остановимся. Вот такой вот маршрут. Неподходящий прицеп, я так и понял. Работа с комбайном, удобрение посев, перегон техники, разные пылевые работы, перевозка, но наверное все-таки транспортировка и продажа. Неподходящий тип прицепа. Да, тоже нет, смотрите. Интересно. Хорошо, давайте сделаем вот так вот, единичка его назовем. Так, и пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Далее нам будет нужен новый маршрут. Сейчас посмотрим, если мы его, конечно, не создавали. По-моему, мы его создавали, но не сохраняли. Вот так вот было дело. Так, давайте сначала посмотрим, это у нас четвертое поле. Четвертое поле навоз, картофель склад. Да, нету посева, нету посева. Давайте тогда создадим маршрут. Это у нас северо-запад и на юго. Четвертое поле, северо-запад на юго. Так, ну вот, наверное, так вот будет. Давайте сохраним тоже четвертое поле. Посев. Посев картофеля, ну, не важно, картофель. У нас на четвертом поле только картофель и сажается. Так, и добавим, добавим, давайте единичку. Ой, какая из них единичка наша? Да, дела. Давайте вот эту единичку добавим и посмотрим. Да, наверное, не та. Ну, ладно, это ничего страшного, сейчас мы найдем вообще, что это за маршрут такой, что я даже понять не могу. Так, это не тот, второй. Да, вот первая нам нужна, все понятно. Теперь четвертое поле находим. посев. Посев все нормально, только четверку выделяем, сохранить и ставим единичку. Вот это вот добавляем. Так, ну, вроде бы, вроде бы, вроде бы все. давайте запустим по маршруту и, собственно, проверим непосходящий тип инструмента. Интересно. А, удобрение и посев все правильно, не тот выбрал. Пробуем. что-то он по кругу решил проехаться. Может быть, просто надо сделать было подальше. Да, вот сейчас вроде бы нормально. Ну, что, попробуем, попробуем. Сейчас запустим вот это вот все хозяйство и посмотрим, как там чего и почему. Как вообще будет тратиться или заправляться в дальнейшем наш комбайн, в смысле посевной трактор. Ну, это еще пока не скоро будет. Мы, в принципе, увидим, если будут какие-то проблемы, он нам сообщит. Так, ну, вот мы видим, продали мы молоко. Я, правда, не заметил, сколько, но вот уже, видите, 3 миллиона, 3 миллиона евро у нас. То есть, в принципе, мы приближаемся все ближе и ближе к нашим тем, скажем так, обещанным нами достижениям, а именно хотя бы 10 миллионов евро должно быть у нас в этом колхозе. Вот, и тогда можно будет уже закругляться, закругляться, но опять же, если будет все куплено, все куплено, все теплицы, там электросеть у нас тут протянута и так далее. Так, давайте смотрим на воз трава, трава вот на поле. Также смотрим какой-то юго-запад у нас и на восток. Юго-запад на восток. Юго-запад на восток. и на склад, на склад транспортировку. Все, готово. Ну, теперь мы можем запустить со спокойной совестью. Так, понятно. Чуть-чуть подальше надо ехать, а то он думает, что он закончил работу. Не понял, почему он закончил. Продолжить. что-то начинается дуплеж. Дуплеж какой-то. Как он мог закончить работу, когда еще не начинал? Ну, вот, вроде бы поехал. Вроде бы поехал, начал собирать. Ну, собственно, и славненько. тэксом. вот, продолжаем, продолжаем мы косить травку. Травку-мураку. здесь у нас что-то какой-то тоже ЧП. Сейчас посмотрим, что ему там не нравилось. может быть, ему... А, все, вот он уехал. Че-то подключил перекур. Перекур так перекур. Да, вот, как раз, смотрите, он сейчас проедет здесь и отправится дальше, дальше на уборку. Уй-й-й-й-й-й-й, смотрите, у нас ЧП. смещение надо делать очень большое но не будем возвращаться назад вот я подправил немножко сейчас посмотрим как на этом ридке будет он пропустил, смотрите сколько у нас, ну всего два ридка вот если суммарно их сложить то где-то наверное два ридка получится а здесь посмотрим как он станет на рядок ну здесь отлично, смотрите ну просто наверное действительно надо было поправить а он немножко уходил так закончил работу не понял почему что-то непонятно что за фигня произошла как это он закончил работу сейчас запустим вот здесь что-то затуп какой-то произошел у нас покос идет великолепно так у нас здесь тоже темно-темно надо бы по идее перемотать смотрите там работает наш комбайн и такие освещения как как будто инопланетяне приземлились давайте тоже включим свет чтобы нас тоже боялись у нас тут ничего не валяется вроде никакие вот этот пенек конечно можно его попробовать и распилить если получится ну что-то мне кажется не получится а нет смотрите наверно получится стружка пошла купана готова трындец поедем сейчас отвезем вот это вот хрень туда на склад не на статана на хранилище вот где лесопилка ускорю я немножечко время чтобы прошла ночь сейчас наверно туда-сюда и будем заканчивать как раз на утро настанет и мы закруглимся с вами потому что ну в принципе выполнили основные наши работы убрали поля осталось у нас чуть-чуть третьего поля и седьмое поля и в принципе здесь все будет у нас готово кстати зря я наверно начал ускорять потому что у нас поле то шестое засеивается вроде как ну да не только шестое но и четвертое да что то я зря зря начал делать ну ладно подойдем когда засеют все это дело так вот здесь оставляем и едем видим собственно подрежем немножко а таранит наверное не получится у нас хотя кто не знает подогони еще попробуем у нас турба какой-то трактор турболёт мы даже от него смотрите отрываемся отрываемся у нас даже догнать не может нет смотрите догоняет мы честно повороте мы все равно оторвемся удар туду сразу про и второе дыхание зашкаливает спидометр и все-таки он сталкивает у нас в сторону у людей сейчас мы наделаем делов да что то что то мы на бедах горили здесь ну вот вроде вырвались 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 это у нас гонки на выживание называется срежем здесь чуть-чуть ой это не дорога думаю здесь уже дорога начинается это поле или поэтому а вот он вот он смотрите наш комбайн уже рассекает здесь прозевали мы момента разгрузки не разгрузился он там наверное да так и есть сейчас мы поставим там трактор и есть весь день следим разгрузим разгрузим этот комбайн дабы хоть сколько то появилось у нас наконец-то травли коровы вон спят спят и им хорошо наверное да что ж ты так вот здесь где нибудь сейчас остановимся надо будет вот этот погрузчик продать который у нас там стоит все давайте найдем вот он что это он делает прервать маршрут да наверное сейчас я отгоню отгоню на на транспортировку наш этот комбайн и собственно закончим закончим потому что уже стримим долго стримим долго хочется немножко отдохнуть смотрите растет кукурузка растет собственно свекла вот этот вот закончил комбайн давайте вызовем транспорт вот где он интересно тэкс немножко непонятно наверно наверно разгружается наверно разгружается поэтому поэтому как бы нам сейчас не получить удар удар от комбайна в задницу нашему грузовичку сейчас найдем комбайн вот он этот раз груз идет наверно придется остановить пока а нет не пришлось смотрите все нормально он вроде отъезжает стоп теперь можно запустить сейчас мы здесь разгрузимся он съездит туда вот и белорус тут тоже смотрите подъехал тоже разгружаться в общем у всех у всех здесь разгрузочный вот так вот раз вот видите он сзади стоит ждет пока мы выгрузим все это дело ну вот трава появилась трава появилась уже легче вот ну в принципе что это 100 тонн это это ничего так и не не приехал к нам грузовик ну что ж нет так нет давайте да что ж так его колбасит давайте доедем до края поля чтобы не мешать по сионному трактору где-нибудь вот здесь вот встанем вот возле ресторана можно припарковаться вот здесь вот в принципе все равно нам пока он не будет нужен этот комбайн в следующий раз будем убирать кукурузу под зерно поэтому особо особо нам не нужен так прервем маршрут где-то здесь а мы наверное проскочили проскочили давайте глянем что у нас там где-то здесь вот мы его поставили может получится подъехать подъехать и загрузить не не получается ну ладно пускай стоит в принципе он не мешает никому сейчас доедем до точки маршрута так вот этот товарищ закончил маршрут что-то он отсюда начинает где-то что-то мы накосячили накосячили ну ладно накосячили так накосячили поставим его в начале поля с утра когда утро настанет все сейчас пойдут спать а утром мы тогда уже покосим здесь вот немножко трава есть отросла ну и собственно будет день будет пища давайте глянем напоследок что у нас тут осталось остался вот этот аппендикс и вот этот вот седьмое поле ну и принципе потом наверное уже какие-то поля пойдут созревать что на этом я заканчиваю стрим всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте всем пока подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал